Девушки отдыхают А как не сходить на такое замечательное шоу, о котором я столько слышал Сумасшедшие декорации, особенно когда включили свет и все это зажило Вообще просто все великолепно, смотрите, люди в доспехах Я думаю моему младшему брату очень понравится, ему 6 лет, он как раз любит рыцарей, сражения Ну как любой нормальный пацан Смотрите какая красота Это мой брат Никита, это моя мама Никита, расскажи, тебе нравится? Да Ну а что ты видел уже, я просто опоздал немножко к началу, что было, расскажи Гимнасты были Телебристые Телебристые? Это же очень красиво Очень красиво Телебристые Телебристые Невероятные животные просто, мне почему-то всегда казалось, что они меньше, может быть потому, что у меня у самого маленьких вот, поэтому они мне кажутся просто огромными Но на самом деле, я считаю, нужно быть очень отважными, чтобы зайти в клетку с таким количеством тигров, они же могут просто за секунду разорвать Безумно красивые, грациозные животные и братья запашные, ну просто браво, молодцы! На самом деле, я честно в шоке, я вот привык вот из детства, я еще помню вот этот российский цирк, вот эти грустные клоуны, жонглеры, а тут на самом деле шоу такого мирового масштаба, действительно очень здорово. Такое количество людей задействовано. Сколько? Порядка 200. 200 человек? Да, это все вместе, а артистов порядка сотни. Скажи, вот семейный бизнес, вот у вас, ну, оправдано это, нет? В нашем случае, конечно же, это традиция, прежде всего, то есть цирковые артисты, это всегда семьи, это всегда передающиеся из поколения в поколение какой-то навыки, опыт. Вот, ну, мне кажется, знаешь, что самое главное, конечно же, это любовь, доверия. Ну, конечно. Когда заходишь в клетку хищников, кому довериться? Как ни одному брату, да. А чем отличался первый эксперимент, это продолжение? Мы пошли на эксперимент, и это первый в цирковом мире эксперимент, так называемый, сиквел, да, то есть есть такое вот западопришедшее понятие, и мы вот сейчас решили поэкспериментировать, посмотреть, насколько зрителям это понравится. Не, на самом деле супер, я искренне в восторге. И вот последний вопрос уже, я понимаю, хочется немножко выдохнуть после выступления. На гастроли вот с таким шоу возможно поехать? Собираетесь, есть у вас какие-то планы или это только вот в Москве? Вот, знаешь, я здесь скажу повод для гордости. За границей нас не может потянуть. Пока мы не рискуем, пока мы только гастролируем в наших двух столицах, в Москве, в Санкт-Петербурге, вот, но в дальнейшем будем, как говорится, мониторить интерес публики, и если будет появляться возможность, конечно же, в других городах. Я думаю, надо призывать банки Российской Федерации в Сибири, в Западной Сибири. Много нефтяные скважины. В общем-то, ну, я думаю, несложно оплатить. Твои слова до Бога в уши, а здесь, наверное, твои слова до гендиректорам компании нефтяных в уши. Да какие-то спонсоры подключаются. Вообще просто супер. Не, на самом деле в диком восторге. Брат, он немножко стеснялся, маленький. Шоу мирового уровня, действительно. Прям в восторге. Здорово. Музыка, музыка, все. Спасибо тебе большое. Приятно, что ты пришел. Спасибо. Так что зови друзей, всех будем рады видеть. Да, теперь вы к нам. Следующий раз. Спасибо. Можно выдохнуть спокойно, потому что шоу держит в напряжении. Искренне всем советую сходить. Честно не ожидал, да, как сказал уже и ребятам. Мне очень понравилось, понравилось брату. Поэтому у всех, у кого есть дети, девушки и всем, кому просто хочется хороших впечатлений, ощущений, приходите на Камелот 2 в цирк Братьев Запашных. Пока. С вами был Роман Архипов. Дорогие друзья, говорят то, что в зимние времена звуки барабанов звучат совершенно по-другому. Я думаю, совершенно по-другому, Саша, ты прав. И я предлагаю посмотреть, как все это происходит. Да, и вот девушка, которая активно играет на барабанах и, собственно, угощает всех горячительными напитками, а без них зимой никуда. Никуда. Правильно. Ну что, пойдем смотреть, как это все происходит. Вперед, друзья. Здравствуйте. Здравствуйте. Как принадлежит настроение у вас? Отлично. Можно попробовать ударить барабан? Да, конечно. Я думаю, так и нужно вообще всю зиму проводить, стучать барабаны, чтобы не замерзнуть. И с такими прекрасными девушками обязательно, потому что одному стучать глупо. С 1 января по 10 января здесь будет проходить каждый день действие, которое связано с возрождением народных традиций, основой национальной безопасности. И мы говорим, что религии объединяют людей, а традиции, которые уходят своими корнями в далекое прошлое. Это очень здорово, потому что в здоровом теле здоровый дух. Правильно? Давайте вместе отбарабаним. Друзья, если в Москве принято на 0-м километре бросать монетки, то в канун Нового года и вообще вот самые морозные дни принято эти самые монетки прикреплять к тем фигурам, которые вы видите перед глазами. Ну, не зря многие спорили, все-таки год кота или год кролика. Я был за кролика, поэтому я буду на кролика. Тогда клади на кролика. Ставь на кролика. Ставки, как вы видите, ведутся 1 к 2. Это непростое занятие. Надо постоять как следует, чтобы монетка согрелась и прилипла. Как настроение? Ты не замерз? Я нет. А кролик, да. Ты пока тоже можешь быть на кота. На кота наклеим костет. Горящая рука московского зорного парня. 2 секунды и все готово. Ну что, вот так, дорогие друзья, вот такой опыт мы только что посетили. Вот этими вот ностальгическими моментами прониклись. Арсений, ты проникся? Я проникся. Особенно мне нравится вот эта елка. Собственно, мне кажется, очень красивая. С подарками. Друзья, когда мы ищем Золушку, мы находим ее по той туфлике, которую она потеряла. Сейчас проходит конкурс российского Деда Мороза. Чья нога влезет сюда, тот проведет самый главный кремлевский новогодний корпоратив. Я думаю, моя нога точно не влезет, поэтому нужно искать какую-то девушку, чтобы испытать на ней. А какой запах? Ты учуял какой-то запах оттуда? Ну, в смысле, 100 градусов. Так, 100 градусов, да? Да. Ладно. Привет, девчонки, пойдете с нами танцевать. Да, давайте танцевать. Хорошо. Давайте кто-то друг друга переснимает. Красная площадь. Здесь сознание меняется. Не парни снимают девушек, а девушки парней. Снимайте. Девчонки, а как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Риса. Кристина. Кристина. Очень приятно. Меня зовут Арсений. Это Александр, который был в кепочке. Ну вот, сейчас я вступил в роль, в игру. Вот, как вам здесь вообще нравится, весело? Супер, супер. Отлично, да. А вы давно танцуете вообще здесь вот? Нет, пять минут. Пять минут? Просто Кристина приехала из Италии, и я показываю ей Москву. Как впечатления? Очень классно. А мы тут нашли сапожок один красивый. Давайте мы вам покажем. Мы просто думаем, какой девушке вообще он подойдет, собственно. Это как из сказки «Золушка». Кому подойдет, та и станет принцессой. На 39-й. Где? Это 39-й точно. Вот он. Где? Огромный. А что тебе напоминает этот сапожок? Скажи, пожалуйста. Русский народный валенок или русский народный туалет? Извини. Русский народный туалет. Я думаю, вот это правильно, Саша. Русский народный туалет, и я тоже подумал об этом. Да. Ты не хочешь оттуда, собственно, присесть и как-то почувствовать, что такое быть в валенке? Нет. Вот знаете, почему елка мигает в таких цветах? Почему? Когда от обреденения сажаются самолеты на экзаменную посадку, они видят то, что кремлевская ель, и нельзя сюда сажаться. Вы когда последние раз летали на самолетах? Пять дней назад. Отлично, друзья. Вот на этом мы... Да, мы все сняли, очень приятно познакомиться. Мы вам набрали, на самом деле приза нет. Это обман. Да, ну как на всех приличных каналах, мы обманываем и не даем призы, на самом деле. То есть это просто, чтобы познакомиться поближе, да. С такой красивой девушкой. Приятного вечера. Спасибо, что Новым годом. Вот так, вот так. Нужно не терять времени, сразу целоваться, иначе смысл какой. Саш, привет. Я приветствую тебя. Ну что, здесь открывается моя выставка, которая называется Black & White. Черное и белое. Сезон 2011 года. Начинается интересно. Я надеюсь, всем понравится, моим друзьям, поклонникам. Можно пройти сразу к камину, мое любимое место, особенно в такой холодный зимний вечер. Я просто удивляюсь, какие все-таки картины красивые. Так сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Поэтому, я думаю, ничего страшного в этом нет. Мы сели рядышком с Джонни Деппом, картины, которые называются Супер Джонни. Мне кажется, год начинается хорошо, приятно. Я жду своих гостей. До открытия выставки осталось всего два часа. Мы можем немножко погулять и посмотреть, что еще кроме Супер Джонни здесь есть. Вообще, мне нравится очень это место. Одно из лучших, на мой взгляд, мест в Москве. Также мы можем увидеть Одри Хэбберн, которая также является яркой представительницей в кино. То есть, это очень известная героиня. А также моя любимая работа Брэд Питта и Анжелина Джоли, которая называется «Любовь». Я думаю, без любви ни одному человеку на свете не будет приятно жить. И поэтому нужно любить и наслаждаться этим состоянием. Вот, собственно, эта работа выражает непосредственно любовь и состояние любви. Но почему-то мне сейчас захотелось себя любимого показать. Эта работа, как и работа, которая находится слева, Брэд Питта и Анжелина Джоли, называется «Любовь». Слушай, ну это я со своей бывшей девушкой, как-то не странно. Вот тогда был в состоянии любви, поэтому, я думаю, это актуально. Актуально. Ну, мне кажется, работа красивая получилась. Вот так, что я могу еще добавить? Я жду своих поклонников, друзей на открытии этой выставки в новом сезоне 2011 года. Black and White. Черное и белое. Ну, опять можно посмотреть на Джонни Деппа. Потому что я недавно смотрел фильм «Мертвец». Это один из самых первых фильмов с Джонни Деппом, который меня поразил и до сих пор меня вдохновляет. Так что Джонни, он действительно супер. Ура! Субтитры создавал DimaTorzok Саша, привет. Мы, наконец-то, в музее телесных наказаний. Валерия Переверзио. И сейчас мы двигаемся к нему. Вот какая красота окружает нас. Наконец-то мы видим экспонаты нашего дорогого друга Валеры Переверзио. Привет, Переверзио. Ты, как всегда, с огромной компанией. Конечно. Ты, как всегда, в эфире. На всю планету вещаешь. Ну, а как еще? Нужно, в конце концов, отметиться в эфире. Молодец. Я рад вас видеть. Я приглашаю вас пройтись по залам. И давай что-то... Ну что, погнали? Погнали, поболтай. Малер, скажи, пожалуйста, для чего нужны вот эти наручники? Вот мне очень интересно. Это китайские такие руки, ноги и... Как это? Руки, ноги, голова. Все же очень просто. Приспособлено для содержания заключенного. И для этапирования его, например, из машины в зал суда и обратно. Он особо так никуда дернуться не может. То есть, ну... Не, ну вообще давай про наручники, да? Наручники – это телесное наказание тоже. Не стоит относиться к этому как к спецсредству. А я уже тоже вот заметил, что на 14 февраля у каждого мужчины должна быть своя эксклюзивная пара наручников. Да, у меня есть. Чтобы использовать их в нужный момент и свою прекрасную леди, да? То есть... Вещь наручники. Ну, правда, эти наручники мне итальянцы подарили. Это серебряные наручники. Тоже драгоценная вещь. Это, да, в общем, такая недешевая штука. Но я их ношу только потому, чтобы, так сказать... Ну, они символизируют телесное наказание. И я хочу... То есть, крест, который носят христиане, обычно у себя на груди, он не что иное, как это страшнейшее орудие, где мучили римляне на протяжении нескольких тысяч лет людей, где выпускали кишки, текла кровь рекой просто. Я просто подумал, что ты мог бы быть режиссером вместо Мэла Гибсона. Мэла Гибсон? Кто это? Ну, Мэл Гибсон. Тот самый актер и режиссер. Мэл Гибсон, да, это супер. Красиво снял, мне кажется. Апокалипт, то есть, страсти Христова, то есть, все шикарно. Знаешь, Пап Римский сказал, вот так и было. Совершенно. Я думаю, надо пройти дальше, вот, к следующему экспонату. Мне нравится... К свеженькому. Все мимо проходят вот этого ведра, но это очень для меня болезненный момент. Почему? Потому что это ведро с Пантийских островов, с острова Святого Стефана, представь. Там находится самая страшная тюрьма на планете, которая существует. И вот такое вот ведро, на Руси это называлось парашей. На Руси всегда приятным словом называется. Вот такое ведро мне, так сказать, надо было как-то привезти в Россию. То есть, это несколько месяцев жарких битв с таможенниками, там, какие-то бумаги, декларации. Дайте провести ведро. Дайте провести ведро. Они говорят, что за ведро? Вот, я говорю, ну, как ли в него там люди. Но оно чистенькое, у тебя оно чистое. Да, после того, как я отвоевал это ведро, в общем, я спал даже с ним два дня. То есть, понимаешь, это дорогущий экспонат, это ювелирное изделие, пойми. И я спал с ним под одеялом двое суток. Ну, я не знаю. Это даже круче, чем китайское ведро для отправления, естественно, надпись. Говорят, что такое Италия? Да, это же, ну, сапог сапогом, ну, на карте. Правильно? Ну, а столько всего добились люди. Да. А сапог вот этот, знаешь, он пинает некую такую маленькую штучку. Это маленькая штучка Сицилии. Мой любимый объект, я бы так сказал, это воровской трон. Вот расскажи, пожалуйста, про него именно, потому что здесь российский герб. Да, да, расскажи, пожалуйста. Здесь история уходит уже в 18 век. Это Екатерининский. То есть, это времен Екатерины II. Вот это крест. Зачем она его придумала? То есть, что привело, собственно, к созданию этого? У Екатерины очень много законов, касающихся благородного сословия. Там благородным позволялось очень многое. То есть, ну, мы это знаем. Один из законов не коснется рука палача благородного. То есть, благородное сословие трогать нельзя. Палач не имел права прикасаться. Случается пугачевское восстание, и очень много благородных переходит на сторону пугачевцев. Бунты подавлены. Их нужно наказывать, пытать и прочее, и прочее. Но закон есть закон. И вот в обход этого закона изобретается юристами того времени куча всевозможных машин, в том числе воровской трон. То есть, человека усаживают сюда. Хотел императрицу свергнуть, вот тебе трон. Понимаешь, садись и властвуй. Сюда здесь герб, значит, сделали. Усадили человека и оставляют сидеть. То есть, его никто не пытает, его никто не трогает. Закон обойден. Но человек не может усидеть на одном месте долго. Он начинает ерзать. То есть, с давних времен у нас умели обходить законы грамотным способом. Скорее побежали, побежали про маятник, про маятник, да, про маятник. Да, вот тот самый легендарный маятник, о котором я уже много раз слышал от других людей, от психологов. Валера знает, как на самом деле все обстоит с маятником, где какая энергия, что должно меняться, и чтобы не привести к нулю. Вот Валера здесь, где он еще может быть, конечно, рядом с останками человек. Давай тоже заберусь, чтобы было как-то сейчас, главное не упасть. Зачем мы сюда залезли, да, по двум причинам. Во-первых, я хотел сказать, почему нужно посещать и эти заведения. Вот здесь маятник, маятник, да, ноль, минус и плюс. Маятник постоянно из минусов в плюс перемещается. Надо отходить, я чувствую. Должен получать в равных порциях и позитивные, и негативные эмоции. И поэтому, когда вы сходили на каток, когда вы выпили классное пиво, развлеклись, посмотрели стриптиз, значит, повизжали и побросали снежки друг в друга, да, вам обязательно нужно немного хапнуть негатива. Мы вам даем для вашего мозга цивилизованную порцию здорового негатива. А маятник известен нам как одно из самых первых пыточных приспособлений, то есть это еще до нашей эры. То есть маятник заводили и вот таким образом запускали. Останавливай, чтобы нашего пластикового друга не покалечить. Оп! Опа! В России такого нет больше музея. Я знаю, что ты ездишь и в Голландию, и в Англию, обмениваешься опытом с другими директорами тоже музеев. Расскажи, пожалуйста, про этот опыт. То, что касается опыта, да, или... Я, во-первых, об этом делаю фильм, серия документальных фильмов, называется «Памятники человеческого страха». Я знаю, что ты на Сицилии был, тоже снимал, то есть разнообразно очень. На Сицилии был, везде был, много где побывал. Музеи подобного плана делятся, я разделил на три категории. Первое – это помещения исторические уже значимы в этом смысле, да. Ну, например, условно говоря, стоят стены, и ничего там показывать больше не надо. Например, там, парижская консьержерия, да, где ждала своей участи, там, Мария Антуанетта, понимаешь? Или, например, там, замок Ив марсельский, да. Ну, все, вот замок Ив, что-то надо-то, все, вот он стоит, там, никакие там не надо. Просто надо написать «замок Ив», и ты дальше туда идешь. Это первое. Значит, вторая категория – это помещение, вот коробка, и где есть богатая программа, и есть материал богатый внутренний. То есть это вот как раз ко второй категории я свой музей отношу. Третья категория музеев – такой, например, музей пыток, как в Амстердаме. Это ничего вообще из себя не представляющий музей. Туризбо, туристо, буклеты, магнитики, пожалуйста, то-то-то. Вот таких музеев большинство. Половина итальянских городов напичкана этими музеями. Для, на лоха такого, на туриста. Поэтому, когда итальянцы, голландцы, немцы ко мне сюда приезжают, они, понимаешь, как они сначала говорят, о, Московский музей пыток, интересно, да, посмотреть, что. И думают, это, наверное, голландский или какой-нибудь итальянский музей такой, знаешь, где вот такого. И когда они сюда заходят, они говорят, боже мой, какая глубина изучения этого вопроса. Как вы глубоко копаете, куда вы лезете, зачем это все. Экскурсия без Зала Инквизиции, без 20 века, просто такая, значит, обзорная экскурсия, полтора часа. Валер, скажи, пожалуйста, я слышал, что за 10 лет у тебя не было ни одного выходного дня, то есть ты каждый день на работе. Скажи, как это вообще происходит, как это возможно? У музея не было ни одного выходного и ни одного перерыва. То есть он работает каждый день в дождь, в снег с 11 часов утра до 18 часов по будням, до 19 по выходным дням. Да, и для тех, кто еще не знал, это адрес метро ВДНХ, Всероссийский выставочный центр, главная выставочная площадка нашей страны, в самом центре, рядом с фонтаном Дружбы народов, павильон номер 10, отдельный вход большой, Музей истории телесных наказаний, Валерия Переверзева. Я вас всех люблю, приглашаю в гости. Всегда наши двери открыты для вас. И, соответственно, я тоже приглашаю. Спасибо тебе, дорогой. Тебе спасибо. Рад тебя повидать был. До новых встреч. Взаимно. Ура. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин